Уважаемые любители планерного спорта, записывал вам ролик и обнаружил, что у меня не тот режим стоял. Придется повторить. Мы подлетели к красивому озеру. Вот это озеро наполняется из Бердонского каньона. Каньона вам сейчас покажу. Ручку я взял. Ученик меня ругается, когда я ручку отбираю. Ну а что делать? Вот, смотрите, я вам покажу параплан. Ну и смотрите, собственно, сам каньон. Вот он. Прекрасный. В каньоне уже кучу народу купается. Уже есть вот яхточки или кто там, плотики всякие. Вот парапланчик наш. Мы на него чуть-чуть спикируем. Вот он, красавчик! Одинокий параплан. Нам дальше нельзя. Там запретка. Вот, как красиво. Ну что, забирай ручку. Можешь сам кружочек сделать. И потом на Костелан. Ой, ну на этот, Мустье-Сан-Мари слетай. Я еще покажу, ребята, Мустье-Сан-Мари. Правым кругом держи. Вот еще один вид на Бердонский каньон. Можно сейчас чуть по прямой, чтобы каньон отбрался. Ага, так же вот. И вокруг параплана можно разводчик. Ученик у меня уже рулит. А то я взял на секундочку. Посмотрите, какая красота вокруг. А больше всего я люблю по этому каньону гонять дальше. То есть можно туда залететь. И если хорошая погода, собственно, и сейчас можно было бы. И опускаешься ниже. И там, когда по этому путешествию, путешествуешь к каньону, всегда кажется, ну как бы вот пониже и на планере. И вот когда первый раз мне удалось, пониже и на планере, по каньону, ну это фантастические совершенно ощущения. Как-нибудь будет погода подходящая, мы попробуем еще и туда слезать. Вот, а мы, собственно, закончили работу над озером. И я вам сейчас хочу показать Мустье-Сан-Мари красивейший фототочек. Фотографию сделаю. Чуть лево, качни хролушкам. Вот, как делаете фотографии. Оп. Еще влево немножко. О, зашибись. Достаточно убирай крем. Оп. Ну, короче, что-нибудь там получилось. Вот такое вот оно. Сейчас прямо опубликуем с воздуха, что сейчас интернет тянет по полной программе. Ну что у нас тут сейчас даже? О, 4G, посмотрите. Волочет, хоть прямой, хоть прямой эфир заходи. Кость, сейчас влево немножечко, чтобы справа город остался, чтобы его видно было хорошо. Ну вот оно еще расплатывали и соли. А, это я в прошлом видео пытался показать. У нас уже тут зацветает лаванда. Ее еще нету. Но она уже, в смысле, она еще не цветет активно, но уже начинает. То есть, есть поля, видимо, на которых какие-то ранние сорта. Вот, собственно, эти ранние сорта уже вовсю цветут. Вот, с правой стороны вы наблюдаете сейчас город Мусье-Сан-Мари. Я категорически всем рекомендую, если есть такая возможность, всегда в этот город попасть. Потому что очень красивый город. Не вижу в кадре, есть ли он, нету? Вот он, да, есть. Поворачиваем на Мусье. Плавный такой-тукой. Ага. Вот. И вот там, над верхней частью города, находится, не знаю, костел, крепость. Фу, крепость эта. Ну, короче, культовое сооружение. Религиозное. На него можно сходить. И, соответственно, сам город очень красивый. Куча ресторанчиков. Ну, очень красивая. Скала вокруг него прекрасная. Ну, вот вид вот на это-то озеро. То есть, если забираешься, то можно наделать кучу фотографий. Вот. Слазь погулять и поплатывай ленцоли. Надышаться лавандой. Давай левым кругом. Вот. А наша задача сейчас... Ой, прям в поток вставай отлично. Все. Закрылочек на четверочку. И набирай. Изумительно ты прям. Встал в поток прям, где я хотел. Видите, какой у меня ученик талантливый. Просто конь-огонь. Лучше ракурса не придумаешь для поснимать и вас порадовать. Вот. И сейчас он стоит в потоке. Поток, ну, 2,6 по среднителю. Я бы не сказал, что это плохо. Вот это облако его дает. Вот, посмотрите.